Здравствуйте, Евгений Борисович. Здравствуйте. Итак, ярославцев предупреждают, в банке нужно держать ухо в остро. Это оправданное предостережение. Что могут скрыть от доверчивого клиента? Действительно, к сожалению, менеджеры банка при обращении клиента могут вместо вклада предложить несколько иной инвестиционный продукт, который по своей структуре очень похож со вкладом. Вы вносите денежные средства, через какое-то время вам говорят о том, что вы можете получить некий доход. Но он отличается от вклада по ряду очень важных критериев и признаков. Во-первых, инвестиционные продукты не страхуются в рамках страхования вклада в пределах 1 миллиона 400 рублей. В ряде случаев невозможно вернуть денежные средства досрочно в полном объеме. Вы получите только часть этих денежных средств. Отдельные инвестиционные продукты предполагают, например, ежеквартальное внесение денежных средств. И пропуск этого срока приведет к потере денежных средств. Что по поводу доходности, гарантии доходности? Здесь, опять же, нужно помнить о том, что только банковский вклад гарантирует доходность. Все остальные продукты являются рисковыми, и доходность зависит уже от деятельности той инвестиционной компании, куда вложили его денежные средства. Поэтому нужно понимать, вкладываясь в инвестиционные продукты, что доход не гарантирован. То есть лучше, так скажем, не вестись, игнорировать такие предложения с повышенной доходностью? На самом деле, как мне кажется, у каждого продукта есть свой покупатель. Если вы хорошо разбираетесь в фондовом рынке, в инвестициях, понимаете риски, которые за собой может повлечь вложение денежных средств, понимаете структуру продукта, то вы вполне можете вложиться, при этом получить более высокий доход, чем по вкладам. Но если вы пришли оформлять вклад, и не разбираетесь в нюансах фондового рынка, и хотите вернуть денежные средства, и понимать, что они застрахованы, и получить гарантированный доход, то тогда, конечно, нужно приобретать только вклад и не заключать иные договоры в банке. А какие еще уловки используют недобросовестные менеджеры? В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Вам вместо обычных 4%, ну, сегодня это такой средний процент, могут предложить 8%. Но при этом на последней странице мелким текстом будет написано, что для того, чтобы получить этот доход, вы должны иметь неснижаемый остаток не ниже определенной достаточно высокой суммы. Как только она не достигается, так вы теряете по эти проценты. Поэтому нужно просто очень внимательно изучать документы, понимать суть заключаемого договора, и тогда сделка будет для вас комфортной и безопасной. Как много ярославцев сталкиваются с подобным введением их в заблуждение? В текущем году 17 жалоб поступило от жителей Ярославской области по поводу навязывания инвестиционных продуктов. Ну, здесь мы предполагаем, что не все граждане, не во всех случаях обращаются в Банк России. Кроме того, 55 жителей нашего региона обжаловали действия банков в связи с навязыванием дополнительных услуг. Очень часто это договоры страхования, связанные с заключением кредитных договоров. Как обычным людям быстро и просто понять, куда банк предлагает разместить их деньги? Эффективным инструментом принятия осознанного выбора при заключении договора в банке служит паспорт финансового продукта. Банк России рекомендует оформлять его при заключении договора банковского вклада, а также при инвестировании в микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы. Это документ, где в сжатой, доступной, простой форме гражданин получает информацию о том виде продукта, который предлагается банком, и о тех рисках, которые он получает при его оформлении. Какие есть способы защиты для клиентов банков от недобросовестных продавцов финансовых услуг? Я полагаю, что самый эффективный способ защиты – это внимательное детальное изучение договора, который предлагается к вам заключить. Если это речь идет о кредитном договоре, то у вас есть 5 дней на неизменность условий. Возьмите его, придите домой, внимательно изучите, поймите все нюансы, все риски, с которыми вы можете столкнуться. Посоветуйтесь с родственниками. Еще один способ – это продукт Банка России, приложение ЦБО онлайн, где, во-первых, вы можете проверить легальность финансовой организации, можете оставить отзыв о ее работе, также можете получить в онлайн-режиме ответ на любой интересующийся вас вопрос о деятельности финансовых организаций. Напомню также о таком инструменте, как период охлаждения, 14 дней, в течение которых вы можете расторгнуть любой договор страхования и вернуть полученные средства. Спасибо. Я напомню об уловках банкиров. Мы говорили с заместителем управляющего Ярославским отделением Банка России Евгением Ефремовым. Редактор субтитров А.Семкин